Восточный фланг наших союзников по НАТО, которые, конечно, обеспокоены, очень обеспокоены тем, что происходит. Мы достигли всех трех целей, и сегодня мы полны решимости продолжать эти усилия и усиливать эту деятельность Соединенные Штаты, намерены выделить более 2 миллиардов долларов в виде военной помощи Украины с тех пор, как я был вступлен, и система вооружений, боеприпасы и так далее, и вооружие поставляется буквально сейчас, пока я говорю о Украине, и сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты готовы выделить еще миллиард долларов в виде гуманитарной помощи для облегчения положения миллионов украинцев, пострадавших от войны. Многие беженцы украинские вынуждены оставаться в европейских странах, но мы также приветствуем в Соединенных Штатах более 100 тысяч украинцев с тем, чтобы в стиле воссоединения семьи. Мы инвестируем более 300 миллионов долларов в укрепление демократии в Украине и указание о помощи Украине с соседним странам. Кроме того, мы сотрудничаем с Европейским Союзом и Большой Семеркой в плане укрепления продовольственной и энергетической безопасности, и мы более подробно будем создать это завтра. Кроме того, мы объявили новые санкции в отношении 400 физических и юридических лиц, более 300 предчленов Думы, олигархи и руководителей российских компаний, которые в военно-промышленном комплексе. Кроме того, в дополнение к войскам, которые сейчас находятся в размещенной Европе, мы НАТО отправили в Румынию, Болгарию, Словакию и еще несколько боевых групп. Путин рассчитывает на то, что на раскол в рядах НАТО, и он явно не рассчитывал на то, что мы обеспечим это единство. НАТО никогда не было более едино, чем сегодня. Путин именно получил совершенно обратный результат к тому, что он хотел, и эти последствия он не рассчитывал на них. Мы укрепляем это единство с Европейским Союзом и нашими ведущими демократическими странами «Большой Семерка». Я хочу поблагодарить вас, и сейчас я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, поскольку там очень довольно много народу собралось. Мне дали список. Крис, пожалуйста, начнем с вами. Associated Press. И вы были предупреждены о том, что реальная угроза химического оружия существует. У вас есть какие-то конкретные разведданные в этом отношении, что Путин размещает это оружие на позициях? И Соединенные Штаты и НАТО, каким образом они намерены отреагировать, если вдруг это произойдет? Первое, я не буду вам говорить про разведданные, номер два. Второе, мы ответим, отреагируем, отреагируем, если он применит это оружие. И характер нашего ответа будет зависеть от характера использования оружия, от того, как будет развиваться ситуация. Джош из Блумберга. Пожалуйста. Спасибо, господин президент. Спасибо большое. Вы можете рассказать, с тех пор, как вы говорили с китайским президентом, есть ли какие-то признаки того, как намерен действовать Китай, вмешаются? Будут ли они вмешиваться, продавать оружие Китаю или оказывать какую-то иную помощь в поддержку войны в Украине? И второе, можете ли вы сказать, этот разговор был и затронут в тему нехватки продовольствия, в частности, нехватки поставок клиницы? Первое, что касается президента Си, китайского президента, у меня довольно откровенный разговор состоялся с президентом Си, и сейчас, я думаю, когда это было, 6-7 дней назад. И я четко обозначил, чтобы он понял, имел в виду последствия в случае оказания помощи России. И я никаких вопрос не выдвигал, но я четко отметил, что целый ряд корпораций прекратили действия в России в этой ситуации. И я также отметил, что я знаю, поскольку у нас эти вопросы подробно обсуждались в прошлом, в отношении его интереса к этому, и учитывая экономический рост Соединенных Штатов и европейских стран, и он подверглется серьезной угрозе, если действительно он будет продолжать такие действия в плане поддержки России. И я не буду комментировать на... не буду даваться подробностей насчет того, что мы знаем или не знаем в плане последствий этого разговора, но завтра, завтра или в следующем неделе, как состоится эта конференция совместно с Китаем, с частями Китая, 1 апреля. И мы обсуждали эти вопросы, потому что я считаю, что Китай понимает, что экономическое будущее гораздо больше тесно связано Китая с Западом, чем с Россией. И поэтому я надеюсь, что он не будет вмешиваться. Кроме того, мы обсудили сегодня, что необходимость НАТО и ЕС, необходимость создания системы, при помощи которой мы, эта организация, может, так сказать, мы можем прослеживать, отслеживать, кто нарушает эти санкции и против кого необходимо принять соответствующие меры. Это пока еще не готово, но будет сделано. Что же касается СИИ, мне нечего больше сказать. Что же касается нехватки продовольствия? Да, мы обсуждали этот вопрос. И это реальная ситуация, реальная проблема. Цена этих санкций, это не только Россия платит цену, но, кроме того, это влияет на многие страны, на европейские страны, на нашу страну. И поскольку Россия и Украина являются, как бы, житницей Европы в плане пшеницы, лишь один пример. У нас мы подробно обсуждали вопрос в рамках Большой Семерки, как Соединенные Штаты, которые третий по величине производитель пшеницы в мире, а также Канада, которая также является крупным производителем, очень крупным производителем пшеницы. И мы обсуждали вопрос о том, каким образом увеличить объем поставок продовольствия и наладить распределение. Кроме того, мы призываем застоять на все европейские страны и все остальные страны и соблюдать ограничения в отношении поставок продовольствия. И мы сейчас находимся в процессе вместе с нашими европейскими союзниками. Пытаемся решить, что мы должны сделать для того, чтобы урегулировать эту напряженность в плане нехватки продовольствия. Кроме того, мы обсуждали серьезные американские инвестиции для оказания гуманитарной помощи, в том числе в плане сооружения продовольствия в дальнейшем. Террина, пожалуйста. Осторожнее там, пожалуйста, микрофоном размахивайте. Господин президент, как вы считаете, Безин Зеленский должен уступить территорию Украины для того, чтобы закончить эту войну с Россией, или это даже не рассматривается? Считаете ли вы, что Россию нужно исключить из большой двадцатки? По первому вопросу мой ответ – да. В том, что касается двадцатки, сегодня этот вопрос поднимался. И мы обсуждали, можно ли это сделать Индонезия, и некоторые другие страны не согласны. И поэтому мы попросили, чтобы Украина посещала эти совещания, чтобы Украина могла бы присутствовать на встречах большой двадцатки. А первый вопрос? Какой был первый вопрос? По поводу уступок территориальных. Это решение должна принять сама Украина. Мы никаких решений за ее спиной принимать не будем. Это сложное решение, ведутся переговоры, и, как я уже сказал, прямо в этом должны участвовать весь народ Украины. Они должны сами принять это решение. ABC, Сесилия. Сэр, вы совершенно четко заявили, что в ходе этого конфликта вы не хотите, чтобы развязалась Третья мировая война. Но может ли такое быть, что, выражая такое мнение на таком раннем этапе, вы слишком рано отказались от прямого военного вмешательства, и таким образом Путин только осмелел, и теперь рассчитывает на то, что вы не будете вмешиваться? Нет, я так не считаю. И по поводу химического оружия. Если химическое оружие будет использоваться в Украине, потребуется ли на это тогда военная реакция со стороны НАТО? Будет равнозначная реакция. Если вы спрашиваете, пересечем ли мы вот эту линию, мы примем это решение в нужное время. Еще один вопрос. Вот вы завтра собираетесь посмотреть на ситуацию с беженцами в Польше. Как вы думаете, это может изменить ваше мнение в отношении вашей реакции? Я посещал много военных зон за последние 15 лет, и это всегда ужасное зрелище. Вы видите детей, которые лишились родителей в этих лагерях для беженцев. Вы видите женщин и мужчин, жен и мужей совершенно пусыми глазами, опустошенными, ничего не понимающими, что вообще с ним не произошло. И это только позволит мне еще раз укрепиться в своей приверженности, помощи Украине, предоставим гуманитарную помощь не только в Украине, но и за пределами ее. Например, Польша, Румыния, Германия не должны все это нести на своих плечах. Без нашей помощи США и НАТО имеют обязанность участвовать непосредственно, делать все, что мы можем для того, чтобы облегчить страдания женщин и детей и беженцев из Украины и те, кто смог пересечь границу. Я завтра с ними попытаюсь встретиться, и я также надеюсь, что... Может быть, я не должен рассказывать, куда я завтра поеду, но я надеюсь встретиться завтра с большим количеством людей. Маркус и Дэр Шпигел. Спасибо, господин президент. В 2024 году будут президентские выборы? Да, вы что? Да, и есть такая озабоченность в Европе, что ваш предшественник будет снова баллотироваться и, может быть, снова даже будет избран президентом. Какие-то шаги вы предпринимаете, и НАТО предпринимают сейчас на этом этапе, чтобы не допустить потери всей той работы, которую вы проделали. Я в внешней политике участвую гораздо дольше, чем все живущие ныне, можно сказать, и у меня нет никаких сомнений в том, что наша приверженность останется. Я, когда я баллотировался в президенты, я не собирался баллотироваться на второй срок. И только когда я увидел, что происходит, я увидел, как в Вирджинии тоже выступают фашисты с фашистскими свастикой и флагами. И я прямо вот увидел снова картину из 30-40-х годов в Германии. И вы также упомянули моего предшественника. И я помню его реакцию, когда погибла женщина в ходе этих протестов. Он сказал, что с обеих сторон очень хорошие люди, он сказал. И вот тогда я понял, что я, пожалуй, не буду больше молчать и стоять в стороне. И когда я баллотировался, когда я вел свою предвыборную кампанию, я принял решение, что нет, что я должен делать то, что я считаю правильным, что бы то ни было. И что время шуток давно закончилось. И выборы еще не скоро, но мы должны сохранить наше преимущество в Сенате и Палате представителей. Это наша первая задача, чтобы у меня было пространство для маневров и делать все, что возможно для улучшения нашей экономики, для проведения нашей внешней политики и идти впереди, быть лидерами в современном мире. Но это вполне логичный вопрос вы задаете. И я американцам тоже говорю. Представьте себе, что мы, если бы мы увидели, как двери Бундестага открываются и сотни людей врываются, если бы это произошло в британском парламенте, например, как бы мы отреагировали на это? Какие чувства у нас возникли бы? И поэтому я, собственно, нахожу утешение, в мысли, что... Я думаю, что нет европейских лидеров, которые считают, что я не соответствую своей должности или не выполняю ее надлежащим образом. На первой встрече Большой семерки, в которой я присутствовал, и я сказал, что Америка вернулась. И мои коллеги, главы других государств, спросили меня, и насколько? Я не виню. И я никого ни в чем не виню и не критикую. Вполне закономерный вопрос после того, что случилось. Но если я опять снова буду баллотироваться на следующих выборах, я надеюсь, что тот же человек тоже будет против меня баллотироваться, и мы тогда еще потягаемся. Ладно, ладно, еще один последний вопрос. Подождите минутку. Час назад я должен был на встрече Европейского союза уже. Я вот так уже везде опаздываю. Ну ладно, давайте. Вот последний вопрос. Сдерживание не работает. А что вы думаете, Путин будет делать, основываясь на том, что вы сегодня... Давайте точно... Вы с самого начала освещали меня. Я не сказал, что на самом деле санкции будут устрашающим фактором для него, сдерживающим. Санкции никогда не сдерживают. Вы все время это повторяете. Санкции никогда не являются устрашающим фактором. Главное в санкциях это заставить почувствовать боль. И почему я сегодня здесь? Это убедиться в том, чтобы через месяц мы будем продолжать делать то, что мы делаем сейчас. И не только на следующий месяц и через месяц, а просто до конца года. И вот это вот его остановит. Вы что думаете, заставит Россию изменить курс? Это не то, что я сказал. Вы со мной играете в какие-то игры. Ответ нет. Что происходит сейчас, мы должны продемонстрировать. Цель, главная цель. Что самое главное? Самое главное оставаться в сохранении единства. И мир должен продолжать следить за тем, и главное, что люди гибнут, невинные люди. И это важно. Но слушайте, если Путин, если вы думаете, что Европа расколется через месяц, через шесть месяцев, через два месяца, они могут что угодно делать еще один месяц, но мы должны продемонстрировать. Именно почему я организовал эту встречу. Субтитры создавал DimaTorzok